Всем добрый день! Добрый день, Михаил Латман! Добрый день! Мы продолжаем курс «Эпоха посткоронавируса». Тема сегодняшнего урока «Влияние общественного мнения на сознание человека». Повторим мы материал прошлого урока. Мы с вами говорили о четырёх факторах, которые влияют на развитие человека. Первый фактор – это генетический материал, который мы получили от наших праотцов. Второй фактор – это свойства, которые не изменяются, такие как черты характера нашего. И третий фактор – это свойства, которые меняются под влиянием окружения. Допустим, такие как дружба, любовь к родине, потребительские способности человека, потребности. Они действительно находятся во влиянии общества. И есть ещё внешние факторы, такие как всевозможные катаклизмы, экономические кризисы, вирусы, которые не зависят от нас, но которые, естественно, тоже влияют на тот заложенный в нас потенциал, который может раскрыться в таких экстремальных ситуациях. И здесь вопрос. Мы с вами говорили, что единственный свободный выбор человека – это среда, его окружение. Говорят, что моё окружение сегодня – это я завтра. Согласны ли вы с таким утверждением? Ну, конечно, нам надо согласиться. Мы же видим, как влияет окружение на общество. Человек рождается совершенно маленьким, беспомощным, диким животным. И постепенно под влиянием окружения родителей, затем всё более широкого-широкого круга, который на него влияет. Он проходит все воспитательные учреждения, школу, двор, улицу и так далее. Он смотрит огромное количество передач по телевидению, по компьютеру. И в итоге он становится тем, что мы видим сегодня в обществе. Если бы он не получал всё это влияние от окружающей среды, он бы им не стал. Вообще бы не был годен к жизни в нашем мире. Ну, вообще, если так сказать, что мы находимся в нашем эгоизме, это наша природа, и мы работаем, наш эгоизм работает по программе «Максимум наслаждения при минимуме затраты энергии». То, наверное, в этих рамках у нас есть какой-то выбор. Но этот выбор не свободен, потому что всё равно есть рамки. То есть я могу сказать, что я свободно сейчас выбираю пить чай или кофе. Это как бы я. Но всё равно это моё решение. Оно уже принято какими-то заранее заданными условиями. Так это? Да, на самом деле это так. Так опишите ситуацию, когда человек вообще… Может быть такая ситуация, когда человек свободен? Вот он выбирает свободу. Нет, абсолютно ни в чём. Нет такой ситуации в мире человека? Единственное, что мы можем, как мы изучаем в Кабале, мы можем повлиять на окружение, которое формирует нас. То есть непосредственно на себя мы влиять не можем. Но если мы влияем на окружение, то есть выбор окружения, чтобы оно было таким, а не иным, окружение – это имеется в виду очень много, может быть, факторов. Но все они именно таким образом, как они повлияют на нас, такими мы и будем. Ну что значит выбор окружения? Допустим, есть богатые люди, которые отсылают своих детей обучаться в Оксфорд. Ну как бы они выбирают вот это окружение. Ну разве это выбор? Ну это определённый выбор, конечно. Но опять же, в определённых рамках. А я говорю, или есть вообще такая возможность, чтобы тут нейтрально вообще человек выбирал? Нет. А исходя из чего он будет нейтрально выбирать? Исходя из каких свойств? Исходя из каких данных? Первичные параметры какие у него? Должны же быть? Ну так я об этом и спрашиваю, а что значит тогда, что он выбирает окружение? Это тоже не выбор? Да, но всё-таки какой-то выбор из нескольких возможных вариантов. А может быть мы и не знаем, почему он выбрал именно это, а не то. Ему изнутри подсказали какие-то обстоятельства, гормоны, гены и так далее. Там какие-то предки сыграли какую-то роль. Но всё равно ничего иного нет. То есть мы, в общем-то, невольны. Мы вольны только в том, чтобы как-то с помощью окружения, правильного окружения, направить себя на более правильную цель из всех возможных. Если нет, то нет. Я могу выбрать и иное окружение, каких-то уголовников, бандитов или ещё чего-то. И, соответственно, с этим я таким образом обеспечу себе совершенно иное будущее. Да, вот как раз мы хотели это рассмотреть. Тема «Тотальное влияние общества на человека». Как раз вот показать на нескольких примерах, которые мне прислали. Во-первых, это пропаганда общества потребления. Понятно, что если человек находится в таком обществе, у него нет никакой свободы выбора. Он просто обязан ходить, покупать. Потому что вот такие ценности общество ему диктует. Что ещё можно сказать? Общественное мнение влияет на сознание людей. Это тоже. То есть примеры, допустим, психологические такие есть. Поддельные картины, когда люди смотрят на поддельную картину, и они этого не знают, и они наслаждаются от этого, как будто бы это настоящее. То же самое с вином. Есть такие эксперименты, когда людям дают дорогое вино. Дешёвое вино, но говорят, что оно дорогое, что оно стоит несколько сот долларов, и они тоже наслаждаются, не могут отличить. То есть мы понимаем, насколько общественное мнение влияет на человека. Также есть ещё люди, которых мы никогда не видели, тоже на нас влияют. Вы знаете, что если мой, допустим, знакомый курит, курильщик, то шансы мои возрастают тоже начать курить, это 61%. И причём это так до третьего круга доходит. Согласны ли вы с утверждением, что сначала мы формируем своё окружение, а затем уже оно формирует нас? Ну, вопрос в том, а формируем ли мы своё окружение? Ведь вокруг существует огромное количество ещё и других факторов. Родные, знакомые, то, где я существую, общество, время. Да всё абсолютно оно действует на то, чтобы подтолкнуть меня к какому-то определённому выбору. Ну, в общем, если и есть выбор, свободный выбор, то он находится только в выборе окружения. И здесь нам надо воспитывать человека так, чтобы он понял, как же он этим выбором пользуется. Всё определяет в нашей жизни шкала ценностей, принятая обществом, естественно. Но она, в свою очередь, эти ценности, они определяются нашими желаниями. То есть, если мы посмотрим на историю развития человеческих желаний, мы с вами проходили, то были периоды, когда были, в общем, развиты в обществе желания к власти, желания к богатству. Если наши желания определяют ценности, то, в принципе, такой вопрос, какой выход, какой путь изменения общественных ценностей, ведь если это всё зависит от желания, а желания зависят от природы, в зависимости от какого периода времени мы живём, как это можно изменить всё? Ну, я могу в каждый момент времени всё-таки выбрать определённое общество, группу, в которой буду развиваться, и она будет очень отлично, может быть, от других обществ маленьких, от других групп, которые существуют в то же время. Ведь есть люди, которые идут в какую-то профессию, есть которые работают над собой в определённой программе, и они очень отличаются друг от друга, общество, оно, в общем-то, состоит из очень многих таких, ну, фрактальных мини-обществ, и они между собой подчас абсолютно не связаны. Не, ну, например, 90% членов общества по пирамидам Аслова, они находятся на уровне таких вот животных желаний, семья, в хорошем смысле слова, то есть семья, базисные такие желания, секс и безопасность. И, естественно, если общество диктует им ценности, потребительское, допустим, общество, то понятно, что это попадает на такую хорошую почву, это естественно. Так как это можно изменить? Если это природно, так создано природой, как мы можем это поменять? Человек ничего не хочет другого, кроме вот как вот насладить себя вот такими простыми природными наслаждениями. Ну, так что? Так вопрос действительно, как? А если мы хотят поднять это общество, какие-то там ценности? Он может направить себя к той же цели, что и окружающее общество, но будет его направление и продвижение к этой цели будет относительно пассивным, относительно других. Мы видим холерик, сунгвиник, меланхолик, фрегматик. Это не изменишь. Если человек такой по своему характеру, структуре, заданной им от природы, то он не совсем может себя изменить. Не, ну вы иногда говорите, что надо поднять человека на уровень человек, то есть надо заботиться об обществе, что благо одного... Ну, он и будет это делать, только он будет это делать в своём темпе. В рамках своих желаний. В рамках своих желаний, но эти желания, они постепенно под влиянием общества будут меняться, но темп, с которым он будет идти, двигаться относительно всего общества, к той же цели, что и общество, он будет другим. Темп будет другим в зависимости от характера человека. Мы пытаемся иногда или даже всегда изменить всё вокруг нас. То есть лидера правящей партии, банки, супруга, место жительства. Да-да. За исключением одного – это самих себя. И вот здесь слушатель задаёт вопрос. Почему человек не осознаёт, что единственное, что он может изменить, так это своё отношение к миру? Наш эгоизм нам этого не позволяет. Менять себя – это значит, я не хороший. Я должен себя улучшить. Почему я должен себя изменять, должен себя улучшать? Это самая тяжёлая работа. Требует огромного количества силы, вообще энергии, затрат, принижения себя относительно чего-то другого. Но если я ставлю перед собой какую-то цель стать другим, то я должен сейчас осознать, что я плохой, не тот, который должен быть, и подтягивать себя, может быть, даже глядя на других, становиться другим. Это очень тяжёлая работа для человека, связанная с его унижением, что против его природы, связанная с тем, что он должен прогибаться перед окружающими. Это всё непросто. Только если очень большая цель стоит перед человеком, тогда он может себя заставить таким образом делать. Ну, то, что мы делаем при учёбе в университете или в другом-другой группе, когда мы хотим достичь какой-то цели, и она нам важна. Важнее того, чтобы я просто лежал на диване. Каждый судит в меру своей испорченности. Есть такая пословица. То есть как человеку осознать, что то, что он видит в мире, это результаты его неисправленного мировоззрения, его свойств неисправленных. Как он это может увидеть? Ну, это вообще-то непросто. Это если он постоянно-постоянно контролирует себя, следит за собой. Он понимает, в чём заключаются его реакции. То есть занимается самоанализом и самопроверкой. Пытается сделать из себя нечто объективное. Тогда в таком случае он может в правильном обществе причём, которое показывает тоже пример именно такого отношения каждого к себе, тогда он может настроиться так на всю жизнь, на восприятие реальности, что он будет чётко отличать, что это я ощущаю в своём эгоизме, который необходимо постоянно поднимать, исправлять. И таким образом я буду видеть мир иным. То есть этому можно обучить? Это не какие-то особые свойства у определённых людей, что он может видеть так вот себя со стороны? Да, но это очень непросто. Это же непросто в том, чтобы никто из людей этим не занимается. Никто этим не занимается. Это не обычная работа человека над собой, когда он приобретает какие-то навыки, профессию и прочее. Это уже совсем чёткое определённое направление на то, чтобы начать приобретать новый взгляд на мир. А новый взгляд на мир – это уже совсем иное состояние человека. Так называемое свойство отдачи, свойство любви к другим, то есть переначить себя. Это всё очень непросто. Это уже совершенно другая методика изменения. Это не повышение квалификации, это не изменение себя под воздействием каких-то упражнений, занятий. Это действительно особые упражнения и занятия, которые могут привести человек к тому, что он начнёт видеть мир через других, как видят его другие. То есть как бы другие для него являются зеркалом самого себя. Да. Я так понимаю, что должно быть очень сильная поддержка от окружения, для того чтобы человек мог так воспринимать. Да. В принципе, это бы решило все наши проблемы. Представьте себе, если бы у людей не было претензий никому, ни к супругам, ни у государства к государству. То есть мы бы занимались только… Сами бы с собой занимались, а не исправлением других. Да, совершенно верно. Опять же, это значит возможно только при хорошем окружении, которое это понимает, культивирует, и должны быть какие-то, наверное, всё-таки у человека к этому… Навыки данные, да. Это не все люди, и в каждом поколении есть таких немного людей. Но это не что-то врождённое, да? То есть этому можно обучить любого человека, если есть окружение. В принципе, да. Но всё-таки есть люди, которые рождаются с предрасположенностью к тому, чтобы изменить себя и наблюдать мир как бы через других. То есть для этого он должен подняться выше своего эгоизма. Он должен обрести свойства связи и любви с окружающими, причём с определёнными окружающими, не просто так, с какими-то там нарушителями или там прочими. И только таким образом он сможет наблюдать мир совершенно иным, не через своё эгоистическое «я». Ну, это вот отдельная тема, мы будем заниматься восприятием реальности. Да. Вы считаете, если с утра до вечера будет социальная реклама антиэгоистических ценностей, это как-то повлияет на человека? Несмотря какая реклама. Реклама должна быть такая, что человек должен поначалу видеть, что для него это выгодно, что стоит быть таким и так далее. Ну, так как существует потребительская реклама, когда нам говорят, что нам надо приобрести каждый год по несколько айфонов и так далее, так вот будет антиэгоистическая реклама. Это таким же образом может повлиять на людей или нет? Дело в том, что кто будет заказывать эту рекламу? Государство? Ну, это следующий вопрос, да, понятно. Ну, ты понимаешь, то есть в такой рекламе мне надо показывать, что вот это образ жизни людей, которые находятся в тюрьме, а это образ жизни людей, которые больные. А это такие и такие. То есть показывать следствие всех плохих привычек, поступков людей. Женщин, мужчин, взрослых, даже детей до всех уровней. Это профилактическая такая, в общем-то, программа воспитания. Ну, теоретически это возможно. Были же такие, в принципе, общества, где излишества считались каким-то пороком. Ну, не ценились. По-моему, это необходимо. Но кто этим будет заниматься, это другой вопрос. Нет ничего важнее для человека, чем мнение окружающих. Это вопрос от слушателя. Как формируется общественное мнение через СМИ? Но они в руках, вот как раз вот, но они в руках богачей. А как они смогут рекламировать антипотребительские ценности? Вот как раз вопрос. Это сейчас у нас особенно чётко стоит вопрос в посткоронавирусную такую... Эпоху. Эпоху, да. То есть нас пытаются опять вернуть к обществу потребления, чтобы... А вот нет другого выхода. У них нет другого выхода. Они понимают, что иначе... Что же у них останется? Люди, если начнут удовлетворяться нормальными потребностями, то всё... 80% того, что производит человечество, окажется ненужным. И оно перестанет это производить. Ну, конечно, станет чище воздух. Мы будем беречь природу. Нам будет всем легче, прохладней. Или теплей. И так далее. В общем, удобно будет жить в такой среде. Ну, а с чего же будут богатеть хозяева? Ну, тут получается замкнутый круг. Вы иногда в своих передачах говорите, вот, люди ничему не научились. Вот закончился этот, как бы, вирус заканчивается. Все опять возвращаются к своим делам. Ну, так общественное мнение не изменилось. Общественное мнение находится в руках СМИ. А СМИ в руках богатых. А им невыгодно менять все эти ценности. Им надо продолжать зарабатывать. Да. Какой выход? То есть люди-то не виноваты. Как человек может изменить общество? Общество должно сделать работу над ошибками. Так что такое общество? То есть люди должны понимать, что возвращение к прошлому – это повторение ошибок прошлого? Повторение ошибок прошлого – это приведение себя в обязательном порядке к еще большему кризису. Так и каждый индивидуальный человек, он не может это осознать? Только если общество это осознает? А общество в руках? Каждый индивидуальный человек тогда должен проголосовать за определенную партию, за определенное правительство, которое таким образом поддержит. Он должен выйти на демонстрацию и так далее. Это уже после того, как общество на него повлияет, общественное мнение? Конечно. Да. Такое же говорю. Общественное мнение, оно находится в руках СМИ. А СМИ находится в руках богатых. Поэтому замкнутый круг. Мы же говорим о том, что общество прошло сейчас какой-то период, какой-то удар, кризис. И теперь им должно от этого кризиса чему-то научиться. То есть вы считаете, что страдания все-таки сделали какие-то изменения в человеке? Несомненно. Они сделают постепенно. По крайней мере, если общество не изменит себя, то оно станет более восприимчивым к тому, что появятся такие люди, которые... То есть мы должны тогда... Ну, что это сделать? Тут ничего иначе не сделаешь. Это только распространение методики... Ну, я понял. ...изменение общества. Да. То есть вы ответили, что вот этот замкнутый круг, он как бы... Его можно разбить именно страданиями как бы. Страдания, а не как бы вот это вот начало всего этого катализатора. Дальше-то понятно. Мне просто непонятно, откуда это всё начнётся. Вопрос такой, что объясните, с вашей точки зрения, когда человек должен следовать за большинством, а когда должен следовать за мнением одного человека? В каких ситуациях? Я не думаю, что вообще есть такое понимание большинства и меньшинства в наше время, когда существует такая огромная сила у средств массовой информации. Ведь у кого эти средства, в руках тех и находятся практически будущее общество и человечество. Так что это давно уже поняли власть придержащие, и всё это находится у них на откупе. Но дело в том, что это, с одной стороны, то, что желает человек в нашем мире, чтобы было в его руках. А с другой стороны, мир всё-таки движется по своей системе. И поэтому мы сейчас увидим по выходу из коронавируса, что природа не позволяет нам восстановить прошлое производство, прошлые взаимные товаро-денежные отношения. Они должны поменяться, они должны стать другими. Меняется всё-таки человек, и не будет он стремиться так к прошлому состоянию, каким бы хотели его богачи и власть держащие. То есть вы всё-таки надеетесь на изменения за счёт каких-то внешних факторов? Это, может быть, и не внешние факторы, но это уже есть в обществе. Ну, как вот сегодняшний вирус, мы видим, что произошло. Никто не мог предположить, что такое может быть, такие изменения. Да, да, мы можем ругать Китай или ещё откуда-то где-то что-то, откуда он там выскочил. Но дело уже не в этом. Дело в том, что эта причина, настоящая причина, она выше этого, выше нашей природы, выше того, что нам известно. Такой вирус должен был быть, поскольку человечество просто довело себя уже до того, чтобы кризис наступил. Скажите, вы считаете правильным использовать общественные опросы для принятия решений? В общем, да. По крайней мере, они говорят о том, насколько существует правильная и неправильная обработка общественного сознания, и насколько общественное сознание, оно после всего того, что с обществом происходит, и то, чем его пичкают, решает. Так что данные эти, они очень важны. Правильны они или нет, это уже другое дело. Следующий вопрос. Окружение влияет на нас, людей, через три канала. Ну, так я их выделил. Первое – это СМИ. Второе – это примеры окружающих людей, непосредственно, которые вокруг меня. И третье – это через мысли и желания. Ну, есть такие уже сегодня исследования. То есть понятно, что мы находимся в одной системе, на одном шарике земном, и всё это, мы все взаимосвязаны, мы с вами говорили, и, естественно, через мысли влияем один на другого. А какой фактор более влиятельный, с вашей точки зрения, из этих трёх, которые я назвал? Самый сильный фактор влияния на человека – это окружающее общество. То есть примеры других людей, да? Это примеры, это мнения. Мнения. Да. Мы, люди, можем изменить лишь своё отношение к миру, но достаточно ли этого? Или надо всё-таки, да, менять мир? Или достаточно изменить только отношение своё, не более того? Отношение к миру или мир? Да. Мир сам мы не можем менять. Мы можем менять наши отношения к миру, и тогда мы будем видеть иной мир. С вашей точки зрения, есть ли такое понятие, как объективное мнение и субъективное мнение? Или всегда мнение субъективно? Да, это верно. Мнение всегда субъективно, но мы можем менять себя и таким образом менять своё мнение и мир, в котором мы находимся. Знаете ли вы методики, которые позволяют читать мысли человека? Считаете ли вы это вообще возможным? Если только я действительно могу работать над собой так, что я становлюсь как бы другим человеком. Как бы другим человеком. То есть его желание, его стремление, когда я контактирую с ним, я перевожу себя в его состояние или как бы копирую его на себя, тогда я таким образом могу определить его мысли и желания. Но это непростая работа. Для этого мне надо всё время принижать себя. Мне надо пытаться действительно облачиться в другого человека. Ну, то есть есть такая возможность читать мысли? Да, конечно. Окей. Ну и последний вопрос. Я уже читаю не его мысли, я уже читаю свои мысли. Да, ну это высший пилотаж, конечно, если так. Но я должен облачиться в него. Я должен принять его как нечто лучшее, чем я. И тогда я буду чувствовать мир через него как бы. Последний вопрос. Если бы у вас была возможность сделать такую прививку от эгоизма, ввести инъекцию, чтобы все люди начали вести такой, как вы сейчас сказали, общественный образ жизни, считали бы, чтобы общество выше было, чем каждый индивидуум, вы бы воспользовались такой возможностью ввести инъекцию или бы все равно ждали бы, чтобы человек осознанно пришел к этому? Я ни в коем бы случае этого не делал, потому что убить эгоизм – это просто убить всю природу нашу. Сделать человека хорошим без того, чтобы он боролся со своим эгоизмом – это значит сделать его просто идиотом, добрым, наивным и так далее. Человек должен воспитывать себя, подняться над своим эгоизмом. Это огромная работа, которая даже не заканчивается в течение одной жизни земной, а в течение многих жизней, кругооборотов жизни. Поэтому здесь нам нельзя вмешиваться в природу. Мы просто уберем из человека то, что есть у него самое дорогое – это его эгоизм и возможность самостоятельно решить, в чем свобода воли и как ее надо на себя примерять. Спасибо. Наша передача, урок подошел к концу. Мы прощаемся с нашими телезрителями и до следующей встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok